Здравствуйте! На государственном телеканале Западная Армения очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Чемпионат Европы по футболу Конефа 2021 возвращается. Ночью в Джавахе произошло землетрясение. Москва ожидает скорого визита в миссии ЮНЕСКО в Арцах МИД РФ. США запрет на поставку истребителей F-35 в Турцию снят не будет. Пещеры Хасанкейв станут туристической достопримечательностью. Война моими глазами. Дом музей Саряна представит символическую выставку. Государственный джазовый оркестр Армении исполнит произведение 20 века на концерте ретро-джаз. Судьба армянских памятников Тайка Рафи Кортощан. Мы рады сообщить, что чемпионат Европы по футболу Конефа Sportsbet.io 2021 года пройдет в Ницце во Франции с 9 по 19 июня 2021 года. Мы также очень рады сообщить, что следующие команды прошли квалификацию для участия в турнире. Ницца, Южная Осетия, Падания, Абхазия, Сапми, Западная Армения, Северный Кипр, Арцах, Сицилия, Чамерия, Сардания, Кернов. Президент Конефа Европы Альберт Ришо сказал, что мы тесно сотрудничаем с местным комитетом Ниццы на ежемесячной основе с тех пор, как Конефа решила провести турнир там. При COVID-19 мы работаем над мерами предосторожности, чтобы обеспечить безопасность всех. Перед вылетом в Ниццу все команды должны будут пройти тест на COVID-19. После приземления они сдадут еще один тест в местную организацию, чтобы проверить свое здоровье. Он добавил Конефа гордиться этим масштабным турниром для Европы. Впервые у нас 12 команд, а мы видим новые федерации, такие как Корнуол и Сардиния, которые никогда не были на предыдущих турнирах. Еще у нас есть действующие чемпионы Европы из Южной Осетии. Хочу пожелать удачи всем командам. Европейский комитет с нетерпением ждет возможности поработать с волонтерами и начать конкурс, чтобы найти пять многоязычных комментаторов для нашего прямого эфира, чтобы добавить еще больше красок к каждому матчу турнира. Конефа рада приветствовать все наши квалифицированные команды на чемпионате Европы по футболу sportsbet.io этим летом в Ницце. Обратите внимание, что есть список резервных команд. Две Сицилии, Карпаты. Президент Западной Армении Арманак Абрамян приветствует решение о проведении чемпионата Европы Конефа во французской Ницце. Он также отметил, что в последний раз мы встречались в рамках Конефа в Арцахе в 2019 году перед войной. Более 45 тысяч армян собрались на стадионе Степана Шаумяна в Арцахе в Степанакерте, чтобы поддержать Западную Армению. Сегодня я призываю депортированных армян Западной Армении в Европе приехать и поддержать не только сборную Западной Армении, но и поддержать сборную Арцаха. Как тот ребенок в Арцахе, который бежал с флагом Западной Армении по стадиону Степана Шаумяна, таким образом символизирующего будущее нашей нации. Я рассчитываю, что вы, дорогие соотечественники, запомните и заполните стадионы. Да здравствуют коренные народы, да здравствует Арцах, да здравствует Западная Армения. В Джаваке произошло землетрясение. Подземные толчки зафиксированы и в ночь на 8 февраля в час 23 по местному времени. По данным Национального центра сейсмического мониторинга, по предварительной информации, эпицентр землетрясения находился недалеко от села Самеба, муниципалитета Нинацминды и Ирганчай-Дманистского муниципалитета. Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 3,2 балла на глубине 10 километров. Россия рассчитывает, что поездка предварительной миссии ЮНЕСКО в Нагорный Крабах и прилегающий район Азербайджана состоится в ближайшее время. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова передает ТАСС. Насколько я знаю, сейчас как раз ведутся переговоры об организации предварительной миссии ЮНЕСКО в Нагорный Крабах и прилегающие районы Азербайджана, сказала Захарова. «Мы надеемся, что такая поездка состоится в ближайшее время и как раз будет способствовать усилению взаимного доверия в регионе», сказала Захарова. Напомним, что 21 декабря секретаря от ЮНЕСКО сообщила о готовности организации направить миссию в Нагорный Крабах и прилегающие районы. Однако Азербайджан не дает своего согласия. США в очередной раз заявили, что запрет на поставку в Турцию истребителей F-35 пересматриваться не будет. Как сообщает Defense One, официальный представитель Пентагона Джон Кирби во время пресс-конференции, касаясь темы, сказал, «Турция является союзником в НАТО, но решение Анкары приобрести систему С-400 противоречит ее обязательствам как союзника США и НАТО. Наша позиция не изменилась. С-400 несовместим с F-35». Вот почему Турция была исключена из программы истребителей. Древний город Хасан-Киев в Западной Армении, который стоит у истоков цивилизации, был свидетелем тысячелетней истории, полностью не затоплен. Пещеры, сохранившиеся с древних времен до наших дней, продолжают привлекать внимание своим великолепием. Все эти пещеры будут способствовать развитию туризма и экономики в будущем. В этом году начинаются длительные земляные работы. Водные ресурсы плотины и лесу вместе с альтернативными туристическими ресурсами будут рассматриваться как сферы истории, культуры, спорта и природного туризма. Посетители познакомятся с Хасан-Киевом, когда будет проведено его постепенное озеленение и благоустройство. В рамках проекта «Под тенью войны» дом-музей Мартироса Саряна организовал выставку продажу художественных произведений «Война моими глазами». Как передает Армен Пресс, открытие выставки состояло 7 февраля. Представлены произведения разных художников в истории потерь, причиненных войной и другие материалы, связанные с войной. В выставочном зале также пройдут семинары, посвященные темам искусства, мотивации и информации. Вся выручка от выставки продажи будет использована в благотворительных целях. Государственный джаз-оркестр Армении с программой «Ретро-джаз» 19 февраля выступит в зале Союза архитекторов Армении. Как передает Армен Пресс, оркестр под руководством художественного руководителя и дирижера Армена Хуснюнца вернет нас к первой половине XX века – золотому периоду великих джаз-бендов. Будут исполнены произведения Дюка Эллингтона, Глена Миллера, Томми Дорси, Каунти Бейс, Артемия Айвазяна. Почти после годового перерыва оркестр на своей базе в зале Союза архитекторов Армении возобновляет цикл тематических концертов. Осенью прошлого года джаз-бенд записал компакт-диск, который в ближайшее время будет представлен публике. Заместитель директора фонда изучения армянской архитектуры Рафик Ортощан представил недавно изданный журнал «Варцк» в эфире телевидения Западной Армении. В журнал вошли следующие материалы – исторические памятники в Западной Армении и их турецкие таблички, рецензия на книгу «Исторический город о ней», деятельность армянской церкви в Румынии и другое. Господин Картушан коснулся армянских культурных памятников в тайке, представленных как грузинские и культурным наследие Западной Армении. Программа доступна на нашем сайте. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Ирк-Чахумб Яман-Яр. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь миром!